Большое спасибо, очень приятно быть в Харькове сегодня. Даня – это очень близкий друг к Украине. Мы внимательно отслеживаем процессы, которые происходят в Украине. И пытаемся помочь во всех возможных вариантах и случаях. И политические, и на уровне бизнеса, и парламентские инициативы в Дании. И датские бизнесмены также приезжают сюда и хотят здесь работать на долгосрочной основе. Также очень радует факт, что в Дании есть обычные люди, граждане, которые на личной инициативе хотят помогать Украине. Они собирают деньги, они собирают equipment, и они транспортят это к людям, которые в нужде. Например, интернерно-дисплейские люди из Северной. Они собирают деньги, собирают различные виды гуманитарной помощи, передают сюда в Украину для того, чтобы помогать людям, которые нуждаются, которые являются в данный момент беженцами или перемещенными лицами. Пожалуйста, вопросы, если есть, задавайте, комментарии какие, пожалуйста. Владимир Юрий Гунян, господин Абзол, скажите, пожалуйста, как Дания относится к возможности снятия санкций из России из-за того, что некоторым образом утихла активность военной на Донбассе, и как вы относитесь к возможности открытия миротворческой миссии на Донбассе? Даня – это одна из европейских стран, которая очень поддерживает санкции против России. Мы полагаем в Дании, что эти санкции сразу не окажут влияния большого, но со временем, в долгосрочной перспективе, это скажется. Многие датские компании теряют деньги из-за того, что прекратился экспорт в Россию. Но датские бизнесмены идут на это сознательно, они теряют свои прибыли из-за того, что нет торговли с Россией, потому что они хотят таким образом воздействовать на Россию и прекратить данный конфликт. И ваша вторая вопрос была по поводу военной миссии на Донбассе. Да, мы также взяли на заметку эту просьбу о создании миротворческих… Мы не можем этот вопрос решать самостоятельно. Мы не можем этот вопрос решать самостоятельно. И, конечно же, если это Европейский Союз организует такую миротворческую операцию, и тогда это будет внутри Европы решаться. Но что я могу сказать, что интернационально я чувствую очень сильную осознанность и готовность думать на все возможные решения. Но чувствую я на уровне европейском, как люди размышляют, что это очень важный процесс и момент, и нужно его попытаться использовать максимально. Я хотел бы уточнить по первому вопросу. Нужно ли отменять, по простому спрошу, как люди считают, нужно ли отменять сейчас санкции против России, либо их нужно усилить? Санкции – это наш единственный инструмент воздействия сейчас на Россию, поэтому они будут считать, так, госпожа посол, что они будут сняты тогда, когда Россия будет вести себя с другой стороны. Это логика введения санкций против России. Пожалуйста. Да, пожалуйста, вопрос. Владимир. Да, добрый день. Владимир Носков, Украинская служба радио Свободы. Радио Свободы. Госпожа посол, скажите, пожалуйста, Вы сказали, что бизнесмены заинтересованы в благосрочно сотрудничать с Украиной, но очень часто можно услышать, что украинское законодательство и условия в бизнесе непрозрачны, они очень требуют усовершенствования, что здесь и коррупция. На ваш взгляд, все-таки, что сейчас говорится в Украине с этими процессами и как могут в этом помочь Дании? Да. У нас есть в Украине, может быть, больше, чем 100 датских компаний. Они все очень счастливы, чтобы быть здесь. Они были здесь уже 20 лет. И они готовы, чтобы остаться и бороться с проблемами, которые здесь есть. Около 100 компаний готовы участвовать в совместном бизнесе с Украиной. И некоторые из них довольно уже давно и успешно, в течение 20 лет, скажем, ведут этот бизнес. И они хотят продолжать в том же направлении, уже на имеющейся основе. Коррупция — это не секрет, является основной проблемой, которая мешает этим компаниям работать над нами. Некоторые говорят о датских компаниях, что, да, может быть, есть какие-то улучшения с этим борьбой с коррупцией. Но вообще это еще большая проблема. Остается. Датское правительство совместно с украинской стороной разрабатывает проекты по введению изменений. Например, в таких сферах, как верховенство права, реформирование прокурорской службы, и так, чтобы роль судей была ключевой во всех этих вопросах. Мы делимся своим опытом датской системы и юридической системы, так, чтобы можно было ознакомиться с ним здесь, в Украине. Но мы понимаем, что для этого, чтобы все эти изменения вошли как бы в силу, нужно много времени, и чтобы была обязательно воля политического руководства в осуществлении данных мероприятий. А мы разработали законопроекты или что? Вы разработали законопроекты? Да, да, это мы рекомендаем. Да, здесь просто на уровне консультации. Да, да. Да, да. Пожалуйста. Позвольте вопрос, госпожа посудка. Дмитрий Овсян, для журнала «Голитвей». У меня такой вопрос. Вот по вашей оценке, насколько хорошо в Дании и в других европейских странах освещается ситуация, которая происходит на востоке Украины? Достаточно ли публикаций правдивых по ситуации и, может быть, какие-то, на ваш взгляд, рекомендации, которые нам стоило бы учесть, освещая эти события для европейских читателей? Да, я думаю, что вы добавляете на еще одно важное вопрос. Это очень сложная информация. Информация с информацией очень неоднозначная. Информация является как раз частью военных действий, которые происходят. Это совсем недавно европейцы поняли, что им нужно фильтровать информацию и внимательно все оценивать и слушать. Это касается всех европейских стран, не только Дании. Но, может быть, в частности, украинские страны, которые забыли или просто не умели слушать правильные действия. Поэтому, конечно же, мы пытаемся фокусировать. На уровне европейских стран мы понимаем теперь, что нужно обязательно, чтобы была контр-пропаганда тому негативу и частому, который возникает. Об этом тоже нужно думать и осуществлять. Но я могу только рекомендовать вам, что, пожалуйста, репортите и делитесь с Европой. Я просто хочу подчеркнуть, что вы проводите свои анализы, свои отчеты и делитесь с Европой. Я хотел бы еще уточнить, как, на ваш взгляд, как дипломата, правильнее реализовать информационную политику? Нам выступать инициаторами публикаций в европейских СМИ? Или выгоднее, целесообразнее приглашать сюда европейских журналистов, может быть, не только на передовую в окопы, но и в городах, близкие к зоне ведения боевых действий, которые тоже находятся в сфере, ну, скажем так, кризисной ситуации на востоке Украины? Ваше мнение? Как это? Мы делаем, как я сказала, все, что мы можем, но оружие – не одна из вещей, которые мы можем сделать. Мы делаем все, что можем с нашей стороны, но военное снаряжение и оружие – это не наша часть работы. Мы этого делать не будем. Спасибо. Спасибо огромное. У нас следующая встреча. Спасибо. А цель визита в Харьков? Да, да. Цель визита. Да, да. Да, пожалуйста. Мне очень важно больше понимать ситуацию здесь и я вам скажу, что вы думаете здесь. Это тоже очень важно. от меня. То есть вы встречаетесь, слушаете, что это? Общение с общественными организациями и еще с кем-то? Да. Разные люди и тоже власть, конечно, не будут жить. Представителями власти. Да, тоже. Разные люди. Тоже разные люди и представители власти в том числе. Да, да. Окей, спасибо большое. Вам спасибо огромное. Спасибо большое.